Тема номер четыре. Правовое государство. Вспомним, что такое политическая власть. Подумаем, как понимать слова, связанные с государством правом. Что выше, правое или власть? Зачем соединять силу и справедливость? Зачем разделять единую власть? На вопрос о сущности правового государства можно ответить таким образом. Это государство, в котором господствует право. Данный ответ будет правильным, но не полным. Полный ответ будет найден, если вспомнить статью 2 нашей Конституции. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Вот почему ученые-юристы подчеркивают, характеризуя правовое государство, важно помнить о двух сторонах его сущности. Во-первых, о том, что высшая цель правового государства – обеспечить права человека и гражданина. Во-вторых, о том, что государственная власть в правовом государстве всегда действует только в рамках права, то есть ограничено правом. Понятие правового государства. Несмотря на особые признаки, о них мы будем еще говорить правовому государству. Присущи все те черты государства, о которых вы уже хорошо знаете. Какова же должна быть позиция государственной власти по отношению к правам человека? Ответ дает все та же статья 2 Конституции Российской Федерации. Обязанность государства – признавать, соблюдать и защищать права человека. Однако выполнить такую обязанность по силам лишь государству, которое основано на праве. На юридическом языке это звучит так – связанность государства правом. Но что это дает? Из истории возможных средств массовой информации вы знаете, что государственная власть в любой стране мира имеет склонность к злоупотреблению, незаконным действиям, идущим во вред рядовым гражданам. Отсюда следует насущная необходимость поставить ее в надежные рамки закона. Документ. Вот в чем видел основной признак правового государства русский философ и правовед Кистяковский. Годы жизни 1868-1920. Характеризуя правовое государство, надо признать, что основной его признак заключается в том, что в нем власти положены известные границы. Здесь власть ограничена и подзаконно. Правовому государству тоже необходимо присуща власть, но эта власть введена в известные рамки. Она осуществляется в определенных формах и носит строго правовой характер. Как вы понимаете утверждение о том, что в правовом государстве власти положены известные границы? Какие границы имеются в виду? Итак, правовым можно назвать такое государство, в котором обеспечены, признаны и защищены права и свобода человека-гражданина. А власть подчинена праву, связана правом для того, чтобы твердо пресекать злоупотребление. Сегодня в мире существует ряд государств, в которых можно увидеть признаки правового государства. И хотя такое государство все еще, пожалуй, остается идеалом для человечества, наук уже многое знает о нем и продолжает активно разрабатывать теорию правового государства. А возникла эта теория много столетий назад. Соединение силы и справедливости. Как вы уже знаете из курса истории, уже в древности, когда появились первые государства, принуждения о нередкой насилии стали характерными чертами власти. И вполне естественно, что тогда же люди поняли, жизнь была бы куда лучше, если бы сила, которая обладала государство, находилась в согласии со справедливостью. Возникла великая гуманистическая идея соединения силы государства и справедливости права. Разумно устроенным представлялось людям такое государство, в котором право поддерживается и защищается самим государством. Знакомство с трудами величайших ученых античности позволяет понять, как зарождалось и развивалось учение о правовом государстве. Платон, в годы жизни 427-347 до н.э., например, размышляя о государстве и законе, пришел к выводу, что государство вообще возможно только там, где господствует справедливый закон. Обратимся к словам самого Платона. «Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью», так довольно мрачно пророчествовал философ. «Но чтобы люди не теряли надежды», добавлял. «Там же, где закон владыка над правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, которые только могут даровать государство боги. Ученик Платона, Аристотель, года жизни 384-322 до н.э. В данном вопросе был полностью на стороне учителя. Там, где отсутствует власть закона, там нет места и какой-либо форме государственного строя. «Жестко, но справедливо», заявлял он. А как соотнести право и власть? Римский мыслитель Цицерон, годы жизни 106-43 год до н.э. пришел к выводу весьма близкому идеям других античных мыслителей. Право должно быть выше власти. Это значит, что государство должно иметь такое устройство, при котором не только рядовые граждане, но и сама власть подчинена праву. Власть в правовом государстве. Замечательная идея о правовом государстве мы находим у европейских мыслителей нового времени. Джон Лок, годы жизни 1632-1704, например, считал, что в государстве должны верховенствовать, занимать главное высшекомандное положение – юридические законы. С этой целью провозглашаются юридические законы, признаются естественно неотчуждаемые права человека. Подробнее о них речь пойдет далее. Осуществляется разделение властей. Французский просветитель Монтескьо в годы жизни 1689-1755 всю власть в государстве делил на три вида – законодательную, создающую законы, исполнительную, приводящую законы в исполнение, и судебную. Она судит нарушителей закона. Это необходимо для того, чтобы различные власти взаимно контролировали и сдерживали. Обратите внимание на слово «сдерживали» друг друга. Если же вся власть будет сосредоточена у одного лица или учреждения, свобода не будет, а будет произвол тирании. Спиранский, годы жизни 1772-1839, выдающийся русский мыслитель и государственный деятель, в своем труде «Введение к уложению государственных законов» писал «Закон осуществует для пользы и безопасности людей. Три силы движут и управляют государством – сила законодательная, исполнительная и судная. Начало – источник сих сил в народе. Сравните мысли Спиранского с идеями Монтескьо и сделайте соответствующие выводы». В ряду великих создателей теории правового государства нельзя не назвать имени немецкого философа Канта. Годы жизни 1724-1804. Он сформулировал категорический императив. Абсолютно обязательное требование в сфере государственного устройства. Государство должно быть правовым, с разделением властей. В конце XIX века, начале XX в России сложилась плеяда правоведов, которые связывали будущее своей страны с идеей господства права. Среди них можно назвать Чечерина, Кистяковского, Новгородцева, Котляревского и многих других. О позициях, которые они отстаивали, свидетельствуют такие, например, высказывания Котляревского. «Принцип правового государства ставит перед законодателем заповедь – уважение к правовой личности». И еще одно. Государство не имеет права оставаться равнодушным к тому, что благосостояние его граждан опускается ниже известного уровня. Истинной ради следует признать, что государство долгое время оставалось глухим по отношению к подобным идеям. Принципы – признаки правового государства. Связать государство правом – значит построить его на основе определенных правовых принципов. Наука называет как минимум три таких принципа. Верховенство права правового закона – незыблемость прав и свобод человека, разделение властей. Верховенство права – наиболее надежный ограничитель государственной власти. Ни один государственный орган, ни одно должностное лицо, никакой коллектив лиц, никакие государственные общественные организации, ни один человек не освобождаются от обязанности подчиняться закону. О принципе верховенства права юристы говорят знакомыми вам словами – всеобщая связанность с законом. Закон суров, но это закон. С почтением говорили древние римляне, имея в виду принцип абсолютного господства закона в обществе и необходимость всеобщего без прикословного подчинения ему. Пройдя через века данный принцип обрел новую жизнь. В правовом государстве господствует не любой закон, а только правовой, справедливый, гуманный. Принцип незыблемости прав и свобод человека определяет сущность правового государства. Права человека выступают главным естественным ограничителем государственной власти. Принцип незыблемости прав и свобод человека определяет сущность правового государства. Права человека выступают главным естественным ограничителем государственной власти. Государство обязано принимать законы, которые признают, гарантируют и надежно защищают права и свободы человека. Примером правовых законов могут служить принятые в ряде стран, в том числе и в Российской Федерации, законы о гражданстве, о свободе совести и религиозных организаций, об общественных объединениях граждан, о печати и другие. Разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную также способствует правовому ограничению государственной власти. Законодательная власть – парламент. Именно эта власть должна заботиться о создании правовых законов, которые признают, гарантируют и защищают права человека. Законодательная власть должна избираться всем народом, выражать его волю и представлять его интересы. Поэтому ее еще называют представительной властью. Российский парламент называется федеральным собранием и состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. Исполнительная власть не избирается, а чаще всего назначается. Она обычно принадлежит правительству, в том числе и в нашем государстве. Исполнительная власть обязана действовать на основе принятых представительной властью законов и опираться на них, принимая правительственные решения. Сама же исполнительная власть законов не принимает. Хотя в соответствии с Конституцией Российской Федерации правительство Российской Федерации обладает правом законодательной инициативы внесения законопроектов в Государственную Думу. Главная задача исполнительной власти – проводить в жизнь, то есть исполнять принятые парламентом решения. Например, парламент принимает закон о государственном бюджете, то есть о том, как распределять денежные средства государства. А исполнительная власть должна действовать в рамках этого закона – тратить государственные средства только так, как предусмотрено в законе. Судебная власть. Самостоятельная независимая ветвь власти, ее исключительные полномочия, закрепленные законом права, защищать право путем осуществления конституционного, гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Судебных заседаний на основе строгого соблюдения Конституции и других законов. Согласно Конституции Российской Федерации судебная система в нашей стране состоит из трех видов судов – конституционных, судов общей юрисдикции, суды субъектов Федерации, также районные и городские суды, мировые суды, сюда же входят военные суды, арбитражных судов. Российский закон предусматривает участие граждан в осуществлении правосудия в роли присяжных. В некоторых странах, в том числе и в России, всенародно избирается президент, который является главой государства. Есть страны, например, США, где президент возглавляет правительство. Главная задача разделения властей – исключить монополизацию власти, то есть захват сосредоточения ее в одних руках какого-либо человека, диктатора, вождя или организации партии, парламента или правительства. Внешне, казалось бы, все просто. Каждая из властей или ветвей власти должна заниматься только своим делом, не подменяя друг друга. Но благодаря этому достигается высокая эффективность деятельности каждой из ветвей власти. Они внимательно следят за качеством работы друг друга, осуществляя взаимный контроль. В результате власти вынуждены работать лучше и точнее соблюдать законы. А Россия, согласно Конституции, есть демократическое федеративное правовое государство. Вместе с тем многое из того, что закреплено в Конституции, скорее, цель. Становление правового государства – это процесс, который протекает на протяжении длительного исторического периода. Что, кстати, характерно для всех государств, относящих себя к правовым. В послании президента Российской Федерации Путина Федеральному собранию, с которым он выступил 12 декабря 2012 года, говорилось о необходимости создания специальной законодательной базы для административного судопроизводства. Важнейшая задача – сформировать в судах судебные составы, разрешающие споры граждан с органами власти всех уровней. Необходимо также подготовить комплекс мер по развитию третейского судопроизводства в России. На пути к правовому государству гражданам России предстоит преодолеть массу трудностей. Тут и проблемы в области прав человека, проблемы преступности, коррупции, бюрократизм и тому подобное. Еще одна серьезная проблема российского общества – состояние нашей личной гражданской правовой культуры. Исследование показывает, что примерно 3 четвертых населения страны плохо ориентируются в нормах законодательства, хотя знание этих норм необходимо каждому в повседневной жизни. Правовое невежество порождает тяжелейшие социальные явления. Правовой нигилизм – скептическое, равнодушное, а порой и отрицательное отношение к праву. Главная его опасность – в массовом противозаконном поведении, которое не только разрушает личность, но и подрывает устой государственного порядка. Факты. Когда-то в СССР можно было услышать утверждение, что в стране перепроизводство юристов, то есть специалистов по праву, что их девать некуда. Поэтому многие не могут найти работу. А юридические факультеты, где готовят юристов, прозвали факультетами ненужных вещей. В наши дни снова заговорили о перепроизводстве юристов. Однако существует устойчивая потребность высококлассных специалистов этого профиля. Причем повсюду. От парламента и правительства до отдельных предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли. «Говорят мудрые, для меня не важно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право». А Виктор Гюго – французский писатель. «Правовое государство – это высшая форма государственного быта, которую выработало человечество как реальный факт». Кистяковский русский юрист.